Приветствую, друзья! Сегмент ультрабюджетных наушников продолжает развиваться и сегодня предлагаю рассмотреть две относительно новые модели ATR-N, ST2 и MT1. Сравним их между собой, снимем измерения и вообще поговорим о звуке в этом сегменте. Собственно, поехали. Приходят наушники в практически идентичных картонных коробках с изображением героев обзора и полным списком технических характеристик. Из важного отметим импеданс 22 Ома и чувствительность 107 и 106 дБ на милливатт. В комплект нам приложили инструкцию, гарантийный талон и две пары белых силиконовых амбушюр разного размера. У MT1 еще была пара пенок, не помню, продавец их приложил или были уже в наборе. Кабели тут, друзья, но очень простые, плотно скрученные с L-образным металлическим штекером, гибкими заушинами и соединением на вилочных QDC-коннекторах 0,75 мм. Аппаратура показала их сопротивление равным 0,675 у ST2 и ровно 1 Ом у MT1. Сами чашечки полностью выполнены из прозрачного пластика, сквозь который нам отлично виден 10-мм динамический драйвер. Арматурная свистелка у ST2 находится в звуководе, так что на просвет модели абсолютно идентичны. С внутренней их части находим одно комиссионное отверстие и металлический звуковод с бортиком для удержания амбушюр и, конечно же, защитной металлической сеточкой. Внешняя же часть отличается лишь стилизованными литерами T и M. Выглядит это неплохо, сделано аккуратно, тут у меня, друзья, вообще никаких вопросов нет. В уши они тоже сели чудесно, удобные и с достойным уровнем пассивной звукоизоляции. Вот так вот это выглядит в случае TRN ST2. И вот так вот это выглядит в случае TRN MT1. По измерениям у MT1 чуть более короткий импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике достигающие у ST2 это 0.6%, а у MT1 1%. Фаза ведет себя везде естественно, затухания на 30 и 60 дБ примерно на 2 мс короче у ST2. Как видите, без каких-либо дополнительных возмущений. По АЧХ же характер двух наушников примерно одинаковый. Низких частот на 5 дБ больше у ST2. Затем идут два пика на 2,5 и 4,5 кГц и пик, усиливающий общую резкость на 8 кГц. Причем с арматурой явно перестарались, отчего выделение у ST2 получилось даже избыточным. По подаче, несмотря на очень схожие частотные характеристики, поведение наушников довольно серьезно отличается. Так, MT1 существенно проигрывает по амплитуде низких частот, выразительности, сочности и артикуляции вокала. Характер у этой модели словно немного подсушенный, спокойный. Ближе, наверное, к нейтральности, хотя, конечно же, не она. Само же звучание на низах, на мой взгляд, очень сходно. Тот же средний уровень текстур и очень неплохая глубина. Отличия, напомню, только по амплитуде. У ST2 баса, очевидно, больше. На середине тоже главенствует эта модель. Звук ST2 резче, ярче, насыщеннее и практически на уровне CCA-CRA. Только с резкостью чуток переборщили, на не сильно качественных записях можно даже поймать артефакты. И да, откровенно говоря, звук местами режет. Не критично, конечно, но такое случается. По высоким же ST2 звонче, четче и агрессивнее. Не зря же тут установлена арматура 395, в то время как динамик из MT1, очевидно, в эту часть спектра умеет крайне слабо. Там высокие откровенно убираются на откуп вторым и третьим планом. Суммарно звук MT1 кажется мягче, теплее, но в то же время менее эмоциональный и энергичный. ST2 в этом плане куда чище, детальнее и драйвовее. Тем, кто критично относится к резкости на высоких частотах, найдут более выгодным приобретение MT1. Хотя из-за уклона средних частот в нейтральность, в каких-то чувствительных к эмоциональной составляющей треках, их звучание может показаться излишне пресным и немного даже размытым. ST2 же позволит вытащить из музыки всю заложенную в ней энергетику, вокал лучше подсвечивается, а тембры имеют довольно четкую прорисовку. Сцена там строится нормально в обоих случаях и везде она очевидным образом недостаточна для отрисовки чего-то мультиинструментального. Впрочем, ST1 в этом плане дает хоть какую-то надежду, в то время как MT1 вообще мрак. Так что по стилям ориентируйтесь на что-то не сильно сложное и желательно качественно записанное. Размытость трека усилится в MT1 и будет еще более ватная, как и грязь в ST2. Понятно, что с такими требованиями лезть в ультрабюджетный какой-то сегмент глупо, но я должен все это вам проговорить, чтобы не было недопонимания в данном вопросе. По источникам к MT1 я выбирал бы что-то поярче, а к ST2 наоборот сочнее и мелодичнее. Для мониторинга звука обе модели заточены слабо, но для прослушивания музыки на ходу вполне годятся. На мой взгляд, ST2 могли бы даже поспорить с хитовыми CC и ЦРей со скидкой на сильное выделение на верхней середине. От себя мне вполне понятно, почему MT1 сегодня продают по $7 за две пары. Модель очевидно устарела и не способна на равных конкурировать с решениями от KZ и CC. Стоимость GST2 в $14 считаю все еще приемлемой, поскольку они вполне могут побороться со всякими новинками рынка. С условием, конечно, замены кабеля на что-то более нормальное. То, что мы слышим в стоке, сильно упрощено из-за относительно качественного проводника. Лучше его таки будет заменить. Итогом, внутриканальные наушники TRN-ST2 и MT1 добротно сидят. Внешне похожи на какие-то дорогие студийные модели. Кабель так себе, конечно. А вот насадки к ним положили вполне приличные. По звучанию MT1 очевидно проще, звук чуток размыт, сглажен, менее выразителен, эмоционален глубок. С какими-то сложными стилями они справляются практически на пределе своих возможностей, отчего слышны изъяны. ST2 на их фоне заметно бодрее, четче, музыкальнее и способны раскрыть куда более сложные произведения. Но и у них слишком подсвечивается верхняя часть спектра. Местами прямо до рези и артефактов. Из них я бы выбрал, конечно, ST2 и плюс ко всему докупил к ним какой-нибудь хороший кабель. Так как комплектный существенно ограничивает их возможности. В сухом остатке я приятно удивлен. Думал, что TRN в этом сегменте слабее KZ и CCA. Но нет. Со своими особенностями, конечно, но вполне можно пользоваться. А на этом у меня все. Это были ультрабюджетные модели наушников TRN ST2 MT1. Всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok